Привет всем! Сегодня получил свой первый в жизни магнитный кабель Micro USB. Честно, я раньше даже не держал такой в руках. Давайте затестим, удобно ли им заряжать и, что самое интересное, коннектится ли он с ноутбуком. Приобрёл я не один кабель Micro USB, а два и разных цветов. Плюс к этому я взял ещё два магнитных адаптера на Micro USB, хотя отдельно можно прикупить магнитные адаптеры на Micro USB Type-C или на iOS, но устройств с такими разъёмами у меня нет. Кабеля должны быть по метру, один чёрный, а другой золотой. Ну так оно и есть. Я думаю, почему их тяжело отсоединить с друг другом, а не примагнитились с друг другом. Комплектация значит всё чётко. Давайте затестим. Ну давайте чёрненький. Сейчас я вам покажу поближе. Как видите здесь 4 пина, здесь 4 пина, а здесь 8, т.е. можно любой стороной этот адаптер ставить, он в любом случае будет работать, что очень удобно. Просто изначально его воткнули в какое-то устройство, которое будете заряжать или коннектить и всё. Ну чтож давайте его воткнём в ноут. Втыкая в USB гнездо ноута, открываем, берём этот адаптер, берём Samsung J7 и втыкаем в него. Вот так мы воткнули и вот так он получается смотрится. И пробуем. Оп. И зарядка пошла. А вот ноут пишет, смотрите, устройство не опознано. Вот так-то. И он не коннектится. И ещё раз попробуем воткнуть. Зарядка пошла. Ну вот глядите как интересно. Переворачиваем и делаем огоньком вперёд, вот здесь есть такой огонёчек, вот он на нём. То устройство коннектится. Да и вот они пожалуйста папки смартфона. Так что всё отлично, но единственное почему-то только одной стороной, так что будьте внимательны. Возьмём ещё один адаптер уже из тех дополнительных и поставим его в фланшет Samsung CMT355. А если у вас конечно есть устройство с Type-C или iOS, то соответственно такие же адаптеры вы можете воткнуть, только надо другие приобрести. Вот пожалуйста. Смотрим. Разрешить доступ. Я попробовал и планшет тоже синхронизируется, но тоже одной стороной. Стороной дегорит вот этот зелёный светодиод, другой стороной только заряжает. Так, ну и ещё, что мы можем ещё прикинуть? Ещё мы можем прикинуть обычный телефончик. На этот раз Бабушкафон Techset. Это телефон моей мамули, ей будет удобно заряжать. Оп, пожалуйста, зарядка и носитель, пожалуйста. Так что всё работает. Так, ну и ещё что я хотел посмотреть. Так, берём ещё один провод, заодно проверим и его. Включаю его в ноут, берём адаптер и подключаем адаптер к моду. Но я его не заряжаю через microUSB, я просто для прикола. Хоп, зарядка пошла. Хоп, всё чётенько, всё ребят, чётко. Мне понравился. Единственное, посмотрим как он держит. В прямом состоянии держит отлично. О, я даже трясу. Если же вы только чуть-чуть нагнёте, то сразу отваливается. Давайте попробуем планшет. Насколько планшет он держит? Хоп, держит и планшет. О, спокойняк. Так что магниты надёжные. Если вы заряжаете, допустим, в каком-то ящике планшет, и вот так вот у вас провод поднимется, всё, зарядки не будет. То есть на каком-то плоском месте. Или если это в автомобиле, то в каком-то держателе. Какое-то устройство, бац, и всё подключилось. На этом пожалуй всё, пока-пока, добавляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok